История Башкортостана Она знает множество примеров беззаветного служения идеи не только отдельных личностей, но и целых семей. Потомственными борцами за свободу был, например, род старшины Тамьяновского улуса Акая Кучумова. Были также потомственные рудопромышленники, шейхи и военные. К последним относится род Карамышевых. Чем замечательна их судьба и какой след оставили они в истории нашего края? Одна библейская притча выражает простую, но глубокую мысль. Доброе семя дает добрые всходы. Однажды посаженный росток вырастает в разветвленное дерево, которое обязательно сослужит добрую службу. Своей кроной дающий кислород, своими корнями удерживающими в земле влагу. Карамышевы – один из древнейших родов, чье генеалогическое древо является гордостью Башкортостана. Историю рода Карамышевых можно проследить примерно с начала XVII века, когда Ногайская орда, более двух веков повелевавшая башкирами, окончательно утратила Южный Урал и Поволжье под ударами прикочевавших из Монголии калмыков. В этих условиях предводители башкирских родов решили принять русское подданство. Среди них был Татягачбей. В сборнике материалов для истории уфимского дворянства имеется выдержка из грамоты 1649 года. Прислано от великого государя-царя и великого князя Алексея Михайловича всея Руси самодержца на уфу в приказную избу стольнику и воеводе Льву Афанасьевичу Плещееву грамота. А в грамоте писано. Пришли четыре человека от башкирцев, а именно Титягач, Азнай, Ильчиктимир и Карамыш. И пришедшие себя объявили и рабством своим приложились, что нас 300 домов и просили оставшиеся от перешедших нагаевских башкирцев земли. После принятия русского подданства Титягачбей и старшины трех других юрматинских тюб, Азнай, Ильчиктимир и Карамыш, поделили свою родовую землю на четыре части. Карамыш получил бассейн реки Зиган, а также леса и горы вплоть до реки Кугуш, то есть Усолки, а сам поселился в ауле Макар. Название Макар имеет арабское происхождение и переводится как «ставка», военный лагерь или резиденция. У Карамыша был сын Саид, у него Кугуш, у него Акчура, у него Карамыш второй. Танцелу Карамышева, журналист и литератор, является представительницей этого рода. По преданиям, Карамыш второй участвовал в азовском походе Петра Первого, откуда привез живой трофей, пленную турчанку. У них родился сын Акбулат. Этот Акбулат принимает участие в башкирском восстании 1735-40-го годов. Вожди движения отправляют его в Казахстан с дипломатической миссией. По возвращении оттуда он оказывается в руках карателей и подвергается казни. Его сын, султан Аккубек, сумел укрыться от преследователей в 30 верстах от аула Макар. И поэтому род Карамышевых получил продолжение. У султана Аккубека был сын Байслан, о котором имеется запись в ревизии населения 1834-го года. Мула Байслан Султанов помер в 1822 году. Байслана сын Харунжи Ибрагим. Ещё в конце 18-го века было образовано башкиро-мещерятское войско. Поэтому все взрослые башкиры и мишари были обязаны служить показачьим. В послужном списке чиновников 7-го башкирского кантона читаем. 10-й юрты 7-го башкирского кантона юртовой старшина зауряд-сотник Ибрагим Байсланов-Кормышев. Вступил на службу рядовым в 1820 году. В 1821-м, 1830-м годах был на службе в крепостях Орской и Кизильской. Однако ближайшие родственники Ибрагима отличились на поле брани. Его помощник зауряд Ясаул Кинзибулат Ибраев-Кормышев с 1812 года по 1815-й находился в действующей армии с 12-м башкирским полком противу французских войск. И за взятие города Парижа получил серебряную медаль. Другой представитель рода Юсуп Алабердин-Кормышев с 1830 по 1835 год находился в 11-м казанском полку против польских мятежников. Всякий по-настоящему выдающийся род старается сохранить память о своем прошлом. В этом дает себе знать стремление сохраниться на лике земли. Ведь только знание своей истории – залог того, что каждое новое поколение рода будет стараться быть, по крайней мере, не хуже своих предшественников. В этом сила родовой памяти. Одним из хранителей родовых преданий был Шахин Гирей Султангиреевич Карамышев, дед Танцелу Карамышевой. По воле советской власти он дважды отбывал срок в лагерях за свою фамилию. А затем со всей своей семьей был сослан в Нарымский край, где и был сделан этот снимок. Дедом Шахин Гирея был войсковой старшина Юсуф Ибрагимович Карамышев, более известный в народе как Юсуф Майор. Ахмед Закива-Ляди в своих воспоминаниях пишет, «Народ наш сложил песни о майоре Юсуфе». Ноты этих мелодий были записаны моими друзьями, покойным доктором Таганом и профессором Янски и опубликованы издательством Венской Академии Наук. В формулярном списке о службе и достоинстве 27-го башкирского кантона войскового старшины Карамышева записано. Вступил в службу по выпущению из Оренбургского Неплюевского корпуса с производством в зауряд Харунжии 1846 года. После чего в составе отряда, посланного в Киргизскую степь для поиска мятежного султана Сеймхана и шайки Кенесары Касымова. Кенесары Касымов, казахский султан. С 1841 года хан всех трех жузов в Казахстане. Лидер национального освободительного движения. Добивался восстановления ликвидированной царским правительством ханской власти. «На чьей телеге едешь, того и песни поешь», – гласит одна пословица. Являясь царским войском, башкиры участвовали во всех предприятиях правительства. Например, в подавлении казахских волнений, а также в завоевании среднеазиатских ханств. Однако они продолжали оставаться духовно близкими с родственными народами Средней Азии. И когда падет империя Романовых, они окажутся в одном русле борьбы за автономию. Валиди пишет, «В обстановке дома Карамышевых не было никаких вещей, мебели европейского или российского происхождения, домашнее убранство и сад напоминали быт и традиции сардарьинского жителя Туркестана». Тем не менее, как царский офицер, он участвовал во всех среднеазиатских походах генерала Василия Перовского. В послужном списке Юсуфа Карамышева отмечено. «В походах и делах против неприятеля находился». В 1847 году в составе отряда для возведения Раимского укрепления и находился при отражении скопища хивинцев. В 1853 году в составе экспедиционного отряда против хаканцев. За отличие при взятии крепости Ак-мечеть, награжден орденом Святой Анны Третьей степени с бантом. В 1856 году в составе башкирской команды, посланной в форт Перовский и за отличную усердную службу, награжден орденом Святого Станислава Третьей степени. Затем Юсуф Карамышев был назначен начальником всех башкирских команд на сардарьинской пограничной линии, а закончил свою карьеру помощником главного царского чиновника Министерства иностранных дел при сардарьинских казахах. Затем вышел в отставку, получил дворянство, стал кантонным начальником и окончательно поселился в своем ауле Макар. Женой майора Юсуфа была Сагида, представительница другого башкирского дворянского рода Акчулпановых. Акчулпановы. Башкиры рода Юрматы. Самыми известными представителями рода были Кучербай Акчулпанов, герой русско-шведской войны 1788-1790-х годов. Аралбай Акчулпанов. Герой Отечественной войны 1812 года. А также подполковник Шагихайдар Акчулпанов. Командир 1-й дивизии башкирского корпуса в годы гражданской войны. Командир 1-й дивизии башкирского корпуса в годы гражданской войны. Таким образом, продолжение родового древа Карамышевых выглядит так. Кармыш 2-й, Акбулат, Султан Акубек, Байслан, Ибрагим, Юсуф, Султан Гирей и Батыр Гирей. Наше внимание будет обращено к потомкам Батыр Гирея, наиболее прославленной ветви Карамышевых. В 1865 году башкирское войско было упразднено. Теперь башкиры не были обязаны тянуть лямку воинской службы. Батыр Гирей с отличием заканчивает казанскую учительскую семинарию, где ему предлагают преподавательское место. Батыр Гирей и Батыр Гирей. Батыр Гирей, выполняя волю отца, становится сельским учителем. Затем берет в жены Кабиру Валидову, сестру Ахмедшаха Валидова, тетку будущего основателя Башкирской республики Ахмедзаки Валиди. У них рождаются четверо сыновей – Мухамед Гирей, Амир, Мухтар, Сулейман, которые затем становятся участниками башкирского национального движения и ближайшими сподвижниками своего родственника и друга детства. Ахмедзаки Валиди в своих воспоминаниях пишет «Амир был другом моего детства и старинного знатного рода, внук известного офицера, майора Юсуфа Карамышева, жившего в первой половине XIX века. Карамышева – все как один, люди, отчаянно смелые и верные нашим идеалам. Они шли в самых первых рядах нашего национального движения и борьбы за государственность». Амир Карамышев – самый прославленный из сыновей Батыр-Гирея, служил в царской армии. После революции в чине Корнета возвращается на родину и сразу же включается в движение за автономию Башкортостана в составе Федеративной России. На состоявшемся в декабре 1917 года учредителем Курултая башкирского народа было принято решение об организации собственного войска. «Валидов изначально взял на себя функции, скажем так, военного администратора, хотя не имел ни воинского звания. Амир Карамыш выполнял при нем функции первого заместителя и проводил основную организационную работу, связанную с набором солдат, с их вооружением, ну и ряд других вопросов решал. То есть, по сути дела, именно он из числа башкирских офицеров стоял у истоков создания башкирского войска». Башкирское движение в тот момент придерживалось нейтралитета, считая начавшуюся гражданскую войну внутренним делом русских. «Однако логика гражданской войны, кто не с нами, тот против нас, не терпит нейтралитетов. Момент истины достал тогда, когда 16 февраля 1918 года в Оренбурге было арестовано башкирское правительство по обвинению в контрреволюционной деятельности и связях с атаманом Дутовым». В ответ на это, формирующийся в Баймаке 1-й башкирский полк в угрожающей форме потребовал освобождения своих лидеров. В ночь с 3-го на 4-е апреля 1918 года казаки и башкирские партизаны под командованием Амира Карамышева, общим числом 700 человек, совершили внезапный налет на Оренбург. Город защищал семикратно превосходящий гарнизон красных. Однако, благодаря внезапности удара, он не только не смог воспрепятствовать освобождению башкирского правительства, но и убийству главы оренбургских большевиков Самуила Цвилинга. После падения Красного Оренбурга 3 июля 1918 года, красные отряды отступили в разных направлениях. Одна колонна ушла к Ташкенту, где образовалась туркестанская армия. Другая, под командованием Блюхера, двинулась к Белорецку. Василий Блюхер, участник Первой мировой войны, на которой был награжден двумя Георгиевскими крестами. Член партии большевиков с 1916 года. В начале 1918 года, разбив атамана Дутова, захватил Оренбург. Впоследствии стал маршалом СССР. Уже у села Мраково отряд Блюхера подвергся атакам 1-го кавалерийского полка Амира Карамышева. Конечно, он не мог нанести поражение Красному командиру, отряд которого в несколько раз превышал силы башкирской части. Тем не менее, Карамышев на протяжении всего пути к Белорецку наносил Блюхеру чувствительные удары. Командир 1-й армии Восточного фронта Гай Бжишкянц вспоминал. В этот период особой жестокостью против советов отличалась белая башкирская конница под командованием ротмистра Карамышева. Дойдя до Белорецка, Блюхер усилился за счет соединения с отрядами красных казаков, братьев Кошириных. Когда стало очевидно, что сформирован достаточно серьезный кулак, было принято решение организовать Верхнеуральский фронт. Решение было принято белым командованием, генерам Ханжина. И как раз башкирам отводилась одна из главных ролей. По решению башкирского правительства были организованы башкирские силы Верхнеуральского фронта, которые возглавил Амир Карамышев. Туда вошли батальоны пехотных частей башкирских, вошли добровольческие отряды и, собственно говоря, первый башкирский квалифорский полк. Блюхер и Коширин рвались к Верхнеуральску, чтобы там соединиться с красными войсками Екатеринбуржского фронта. Задачей Амира Карамышева было не допустить этого соединения. По словам Ивана Коширина, на пути к городу красноармейцы бились за каждую сопку и гору, дрались, сталкиваясь главным образом с башкирскими частями. Красные понесли большие потери и, не сумев пробиться к Верхнеуральску, отступили. Они пошли в обратную сторону, совершив длительный рейд по горам, оказались в Пермском крае. Ивана Коширина, на пути к городу красноармейцы, Василий Константинович Млюхара Карширина. Ивана Коширина, на пути к городу красноармейцы. Ивана Коширина. Первый кавалерийский полк Амира Карамышева был исключительно боеспособным подразделением башкирского войска, подстать своему храброму командиру. Вы видите единственную сохранившуюся фотографию этого полка. Так сложилось, что Амир Карамышев, он, судя по документам, опять же, еще в январе 1118 года испытывал проблемы с легкими. То есть там это прослеживается. И, видимо, до конца эту болезнь побороть не смог. И вот эта вот напряженная работа в течение всего этого полугодия, видимо, плохое питание, ну и другие никотинные факторы, видимо, не позволили ему до конца эту болезнь излечить. Сохранился уникальный снимок, запечатлевший Амира Карамышева на смертном адре. Рядом жена Мархаба и младенец сын Байслан. 7 августа 1918 года герой башкирского войска Амир Карамышев умер от болезни. Однако всем объявили, что он погиб в бою. Видимо, Ахмедзаке Валидову показалось, что не гоже такому герою умирать от воспаления легких. Амира Карамышева с почестями похоронили на мусульманском кладбище города Оренбурга. Певец башкирской революции, поэт Шихзада Бабич, на его смерть написал пламенные стихи. Амир вознесся в небеса. Враг снова счастлив без конца. Нам снова боль и снова горе. И весь Башкортостан в слезах. После смерти Амира первый кавалерийский полк возглавил его младший брат Мухтар Карамышев. Другой его брат Сулейман был командиром взвода разведки. На переднем плане фотографии подразделения мы видим именно его. Старший брат Амира, Мухаммед Гирей, был членом башкирского правительства и ближайшим сподвижником Ахмедзаки Валиди. Мухаммед Гирей, Мухаммед Гирей, Мухаммед Гирей, Закончилась гражданская война, унесшая жизнь Амира и Сулеймана. Мухаммед Гирей умирает от болезни в 1922 году. Из братьев Карамышевых остается лишь Мухтар. По древнему тюркскому обычаю он берет в жены Мархабу, вдову своего брата Амира. Малолетнему Байслану, сыну Амира, он приходится дядей и отчимом одновременно. В начале 30-х годов на селе начинается коллективизация, а с ней волна репрессий. Начинаются гонения на участников башкирского национального движения. Мухтар Хин, пока не позна, мағайн шыларға керек хадир шун дайы ней башланды. Кимнер Зеки Валейдев хаскаринда хидмейтканнер, кимнер шуларды уже қолға алла башлайлар. Тезген айын дип, самарқон қа кеттәлір. Шул самарқон қа кеттіп, бая алдағы, әйтун бойынса, шул самарқон әргендәңдәғі сауқызда бұлғар әйтүргерді, бұлғар әйтүргерді сан әрген әлі әйтіп, бархан қа кеттіп, ұлдарға келді түрді, бәкіндәңді байсұланды. Повзрослевший Байслан, жылая, подобно своим предкам, быть офицером, поступает в военное училище. Когда началась война, он и его дядя Мухтар уходят на фронт. Сестры последнего, Рузы и Гайша, служит в 112-й башкирской кавалерийской дивизии. Первая была главврачом, вторая – медсестрой. Мухтар Карамышев домой не вернулся. Его имя до сих пор числится в списках без вести пропавших. Его племянник Байслан после трех тяжелых ранений демобилизовался. У него рождается сын Салават. Наш визави, как вы уже, наверное, догадались, и есть сын Байслана и внук легендарного Амира Карамышева. Воспитывался Салават Байсланович у своей бабушки, Мархабы, пережившей двух своих мужей и достигшей в 1983 году 96 лет. Она, несмотря на риск попасть под каток репрессий, направленных против бывших валидовцев, сохранила все эти бесценные фотографии. Однако многие тайны рода Карамышевых ушли вместе с ней в могилу. Минкастрама калахында хедмиядтым. Падмасковый десантный войскала. Водоба жена хедмиядыкен ваходым. Разведhealthджеттым. Иквитедия утрад er醫ка. Субтитры делал DimaTorzok Таков этот род Карамышевых, из поколения в поколение отдававшие все свои силы служению Родине, как и полагается настоящей башкирской аристократии, ведшие свой народ по пути освобождения и разделявшие с ним все радости и беды. Из рода Карамышевых вышло множество воинов, служивших во славу России и Башкортостана. Были государственные и религиозные деятели, писатели и артисты. 500 лет истории, известной по письменным источникам. Они и подобные им фамилии золотыми буквами вписаны в историю нашего края. Они, что называется, соль земли башкирской. Продолжение следует...